Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Ирина Чекунова. А в гостях у меня Вячеслав Сапунов, начальник отдела безопасности Тверского отделения Банка России. Вячеслав Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Сегодня поговорим о такой вариации, новой вариации мошенничества. Хотя схема давно известна, но новое слово появилось. Это дроп, что это такое дропперство, кого это затрагивает и чем это опасно для всех, для каждого из нас, всех жителей Верхнего Лужья. Ну да, это термин, скажем, не нов для нас, а для специалистов, которые занимаются в этой области. Он был активен на начальном этапе, когда мошенники начинали, звонили гражданам ночью, говорили о том, что ваш родственник попал в ДТП, сбился человек и нужно передать деньги. Люди передавали деньги, и вот этот человек, который получал деньги, сам он вроде бы и не мошенник, а мог быть и таксистом, который приехал, передавал деньги, переносил. И этот термин был дроп. Потом это немножко ушло в сторону, потому что начали развиваться средства дистанционных платежей, и эти деньги комфортно можно было перечислить за рубеж, передать, вывести их, обналичить. То сейчас в условиях наложенных санкций опять ограниченные перечисления за рубеж, а так как мы знаем, что основной это все-таки поток мошенничества идет из-за рубежа, нужно возникать о том, как эти денежные средства получить и перенаправить их поток. Ну то есть то, что мы раньше называли, Вячеслав, мы раньше этих людей называли, что касается наркопреступлений, курьер. Но здесь тоже, может быть, курьерами их, да, это более такой расхожий термин. Скажем так, ну дропы, она более получилась, их раньше называли и мулами, а теперь дропы, это те люди, которые помощники помогают снять деньги и перечислить их дальше по цепочке, чтобы они в конечном счете дошли до тех, кто организовал это преступление. А где и как их ищут, этих дропперов, кто ими может стать? Ну основной, наверное, поток, конечно, ищут в интернете, и это попадает под это наша молодежь, это молодое поколение, которое очень активно в интернете читает различные телеграм-каналы, сайты, и на которых распространяется информация о возможности легкого заработка деньги, на котором говорится, что ту деятельность, за которую вы не несете, вам большой угрозы, вы защищены от нее, потому что вы несовершеннолетний, потому что не достигли возраста, по которому может в отношении вас возбуждено уголовное дело, привлекается молодежь. Либо это могут быть те люди, которые испытывают какие-то финансовые затруднения, которые видят возможность легкого зарабатывания денег и ведутся именно на ту рекламу, которая говорит, что этот вид деятельности вам не несет никакой угрозы. Вы перечисляете деньги, как правило, они предлагают до 10% от той суммы, которая была похищена, оставить именно дроповоду. Ну, условно говоря, 100 тысяч человек перевел, 10 тысяч остается дропу. А иногда мы знаем, что сумму достигают и других значений, миллионы, уже 100 тысяч досталось. Это такая сумма, которая становится заманчивой, к сожалению, молодежь на это ведется. А на самом-то деле она оказывается, это как бы прослойка, это в принципе расходный материал. Вот ответственность существует, и уголовная ответственность, да, это тоже мошенничество. Так точно. Те же самые сроки. Однозначно, это те же самые сроки, которые идут по статье 659 мошенничества, и которые могут привлекаться. И, как я знаю, коллеги из МВД на данный момент находятся на выходе реализации, где будут наши граждане нашей Тверской области как раз привлекаться по этой статье. Поэтому этот отрабатывающий механизм уже, и их, я повторюсь, еще достаточно легко поймать. Они на поверхности, потому что денежные средства перечисляются на счет этого дропа, и оно уже вычисляется через банковские системы. Карточка выясняется, а карточка связана с паспортом. Может ли Вячеслав Человеку невольно стать дропом? Есть такой процент, когда люди, как называются, так неразводные делятся на разводные-неразводные дропы. Те, которые вовлекаются по незнанию, которые могут рассказать о том, что это осуществляется в виде деятельности какой-то лотереей, которую он должен деньги получив, перечислить другим победителям, или еще какие-то способы. Но иногда все-таки больше идут осознанно, к сожалению, идут осознанно. Говорят, ну что это такие, я же ни у кого не украл, это же не я украл, это деньги мне перечислили, и я их дальше переведу. С жертвы никого нет, только со своей совестью, которая ведется к тому, что денежные средства он сам лично не совершал считать преступлением. Но на самом деле он глубоко заблуждается. Юридически он будет таким же соучастником и получит точно такой же срок, как и те, кто это организовывал. Что делает Банком России для того, чтобы каким-то образом заблокировать такого вида преступления? Ну, мы идем по одному. Это, конечно, просветительская деятельность среди молодежи, среди образовательных учебных заведений, в которых мы проводим мероприятия, направленные на то, чтобы довести до нашей молодежи опасности этой вида деятельности, которая рассказывается, потому что это тот слой, который наиболее подвержен, заманивается. Второе, это Банк России уже накапливает информацию о тех кредитбанковских картах, которые используются в этой виде деятельности. И вот с лета этого года они будут банками блокироваться. По наступлению информации от правоохранителей они в обязательном порядке будут блокироваться. И человек, в принципе, будет отрезан, кто пользовался этими картами, будет отрезан от современной жизни. У него будет только возможность получить наличные деньги, то небольшую сумму ограниченную, которую он может потратить, а все его счета будут заблокированы. И ему придется долго-долго объясняться, как он получился, чтобы опять вернуться к нормальной жизни. А тут, может быть, еще и срок придет уголовный, который его... Поэтому, если молодежь надеется, что вот я получил легкие деньги и избегу, это может быть глубочайшая ошибка, которая может поставить крест на их перспективах в будущем, как они будут жить и встраиваться в современное общество, которое без современных финансовых инструментов, наверное, невозможно встроиться в него. Многие очень ведутся на уловки мошенников, когда поступает звонок, говорят, звонят из банка, вот передайте тут и тут информацию. Что вы здесь можете сказать на это еще раз? Ну, как правило, если человек звонит и сообщает о том, что в отношении потерпевшего происходят какие-то мошеннические действия, оформляются кредиты, либо его денежные со счетов перевозятся денежные суммы, как правило, нужно прекратить разоговор и разорвать именно связь мошенники. Потому что мошенники пользуются методами социальной инженерии для того, чтобы начать психологически давить на потенциальную жертву, поставив вызов у нее негативные эмоции, введя ее в состояние стресса и заставляет потом выполнять те действия, которые необходимы мошеннике, мотивируя о том, что ты попал в тяжелую ситуацию, но мы-то тебе поможем. Мы тебе поможем и выведем тебя, обязательно поможем, не переживай, успокойся. И под чутким руководством мошенников потенциальная жертва переводит денежные средства им. Поэтому первое и самое главное – разорвать контакт с позвонившимся. И если позвонили из вашей кредитной организации, самостоятельно наберите телефонный номер и поинтересуйтесь по горячей линии, что происходит с вашими банковскими счетами. Либо сами посетите эту организацию. Сотрудники Центробанка никогда не будут предлагать что-то сделать и что-то там поменять. Да, Ирина, вы абсолютно правы, потому что мы не взаимодействуем напрямую с гражданами нашей страны. Мы взаимодействуем с организациями. Поэтому сотрудник Центробанка никогда вам звонить не будет. И какие, может быть, рекомендации? Я знаю, что вы говорили, встречаетесь и с ребятами, ездите по школам. Еще какие-то брошюры, плакаты на сайте? Куда можно зайти, узнать более подробно об этом виде преступлений? На нашем сайте Банка России есть раздел «Финкульт», на котором размещены все материалы о возможных видах совершенных мошенничествах, учебные материалы, на которые можно прийти, скачать, посмотреть и использовать даже в обучающих мероприятиях. Если трудовых коллективов хотят использовать, в учебных можно зайти на наш сайт и их использовать для своего просвещения, скажем так, чтобы более устойчиво простоять всем мошенническим действиям. А, Вячеслав, ну и в конце нашей программы ваш практический совет еще раз жителям Верхнего Оржи. Если вам раздался звонок из банка, из правоохранительных органов, любых других государственных учреждений, сохраняйте спокойствие, какую бы информацию вам ни передали. Помните о том, что то, что вам сообщают, уже случилось. Прекратите разговор, поблагодарите и самостоятельно обратитесь в эту организацию. Потому что мошенники используют в своей деятельности любые поводы, любые могут использовать организации, придумывают новые способы. Мы не можем даже все предусмотреть, весь спектр, который будет. Жизнь меняется, они берут новый повод и начинают звонить. Поэтому, если вам раздался звонок, который говорит о том, что что-то у вас случилось, поблагодарите и сами лично обратитесь в другой организации. Свяжитесь со своими родственниками, если это в отношении вашего родственника, с вашими близкими, если еще. Не ведитесь на поводу у тех, кто вам совершается. На том конце может быть не тот человек, который вам представился милая, улыбчивая девушка, а может всегда тот человек, который хочет вас обмануть и вытянуть все ваши денежные средства. Поэтому будьте очень внимательны, прервите разговор и свяжитесь с теми людьми, кому вы можете доверять, либо обратитесь в ту организацию от имени лица, к которой вам позвонили. Спасибо огромное за ваши практические советы. Напоминаю, что сегодня у меня в эфире был Вячеслав Сапунов, начальник отдела безопасности Тверского отделения Банка России. Спасибо огромное. Уважаемые друзья, будьте бдительны. Против нас идет настоящая финансовая война. Всего доброго. До свидания. До свидания.